Этот гидроузел находится на территории Рязанской ГРС. Его протяженность около километров. По сути, он является единственной дорогой к Новомичуринску и Кораблино для жителей сразу нескольких сел. По сути, эти населенные пункты расположены на границе Пронского и Кораблинского районов. Через ГРС самый короткий путь до города, где работают сельские жители. 7 июля гидроузел закрыли, что стало настоящим сюрпризом для жителей. В результате более тысячи человек добираются до Новомичуринска в объезд. Объездной дороги нет, люди не могут ни в больницу попасть, ни покушать, купить. Мы далеко от центра Кораблино находимся, мы вообще там Николаевы не нужны, в помине. Об нас никто не помнит, мы с детьми никуда проехать не можем. Таксисты цены ломят везде. Объездная дорога не готова, ничего не готова вообще. Нас просто перекрыли, как собакам, дыхалку и все. У нас наводнение, когда тот мост затапливается, здесь закроется, мы вообще остаемся заложенными. А не просто на острове будем, они не обитаемы. И там ни скорая, ни пожарка, никто. И мы сами в больницу не попадем ничего. Раньше, допустим, если Кораблинский шел автобус, у меня мужа не пивал на работу, а сейчас он просто, и нам приходится добираться на такси. Они говорят, ну и что? А кто оплатит мне это? А это, простите, объездная дорога по Колдобину, а кто ремонт мне будет платить? Представители ГРЭС уверяют, в установленный законом срок за 30 дней о перекрытии гидроузла были оповещены Пронская, Кораблинская и Новомичуринская администрации. Почему они не сообщили об этом людям, никто не знает. Сами жители близлежащих населенных пунктов говорят, что узнали об ограничении движения за три дня до перекрытия и не от представителей администрации, а из информационных счетов. По официальной версии, основанием для полного перекрытия движения стал ремонт гидроузла. Представители ГРЭС пояснили, что ремонтировать его по полосам просто невозможно, потому что плотина насыпная. Потому что строительная работа подразумевает вскрытие всего асфальта на всей ширине проезжей части. По документам, ремонт будет длиться 70 дней, но за кадром сотрудники отметили, что, возможно, при благоприятных условиях одну полосу откроют через три недели. Они уверили нас, что понимают возмущение жителей, но сами при этом вызвали полицию. Кто организатор, так сказать? Мы все полностью сами решили, собрались. Причина. Причина? А вы что, не знаете нашу причину? Знают, что знают. То, что у нас перекрыли дорогу, нас оставили без цивилизации. Ни скорая, ни пожарная. Ни хлеб нам не могут привезти. А вы получаете жители местужива? Да, жители местужива. Не только без служива, Юракова. И дальше туда ездили. Нам поступило сообщение, что здесь несанкционированный митинг происходит. А где митинг? А где митинг? Поэтому мы отряды приехали разобраться. Мы не ругались, не кричали. Мы к вам претензий не имеем. Вы на поле сейчас свои, так скажем, претензии нам вывезти, пожалуйста, в митинге и все. Причина того, что... Причина нашего сбора. Мы со своей стороны, в рамках своей компетенции будем по этому вопросу разбираться. Наверное, в этой ситуации правда у каждого своя, но никто не отменял законов человечности. Нам пообещали, что в экстренных случаях, таких как проезд скорой или пожарной машины, поездка к врачу и так далее, можно будет позвонить в полицию, откуда, в свою очередь, будут звонить в службу охраны ГРЭС, после чего можно будет проехать в город. На словах это звучит правдоподобно, но как это будет на практике, представить сложно. В любом случае, мы будем следить за ситуацией.